Добрый вечер, я Алексей Пивоваров. Это программа «Капитал.ру» — серия фильмов о самых ярких бизнесменах России. Нам интересно не их место в списке «Форбс», хотя почти все они там есть, а то, как устроен и как работает их бизнес, сделавший этих людей первыми лицами второго русского капитализма. Я бы мог тут поселиться, купить себе там футбольный клуб, яхту, пару домов в центре города и вообще жить при... Мне неинтересно, я... Ну, просто точно, я... Кончится это плохо. Я растолстею и совершенно буду разложившимся типом. Лондон. Начало рабочего дня. В редакции «Индепендент» появляется ее владелец. Александр Лебедев купил газету весной 2010-го за один фунт. При условии, что не закроет, будет исправно финансировать и не станет вмешиваться в редакционную политику. Годом раньше, на тех же условиях, Лебедеву продали другую британскую газету «Ивнинг Стендард». Вы вообще, я так понимаю, здесь нечасто бываете? Ну, почему? Я сегодня здесь должен быть на заседании... Сан-директоров, извините, я просто что-то простыл вчера в Москве и прилетел после вечера. Встал вообще просто в каком-то состоянии, в таком... Нет, почему? Я бываю довольно часто. Нет, я имею в виду, собственно, в редакционной комнате. Ну, а что вот как бы смущать журналистов? Я выступал тут пару раз, мы с Горбачевым приезжали в «Ивнинг Стендард». Вот. Ну, а какой вот тут я такой интерес представляю для журналистов? Это для них какой-то такой предмет интерьера. Александр Лебедев – совладелец Национальной резервной корпорации. Ее основа – Национальный резервный банк. В рейтинге, составленном журналом «Профиль», НРБ занимает первое место в списке самых надежных коммерческих банков. Капитал НРБ – 27 миллиардов рублей. Также в Национальную резервную корпорацию входят «Энергобанк», «Иллюшн Финанс», «Европейский страховой альянс», «Национальная ипотечная и земельная компании», «Национальная жилищная корпорация», «Авиакомпании Red Wings», «Blue Wings» и 30% акций аэрофлота. НРК принадлежат британские издания «Индепендент», «Ивнинг Стендард» и «Новая газета». А вам зачем «Ивнинг Стендард», зачем вам «Индепендент»? Ну, одна из версий, что действительно я хотел бы, чтобы расследовательская журналистка не умерла. Чтобы какие-то серьезные бренды. Викиликс, что интересно, Викиликс, он бренд сделал, да, очень такой серьезный. Там все, что ты не напечатаешь, сразу весь мир будет смотреть. Даже если напечатаешь какие-то смешные там прикольные вещи. Разговор происходит за три дня до ареста Джулиана Ассенджа и через день после того, как Викиликс обнародовала дипломатическую почту американского госдепа. Ну, слушайте, я работал там 12 лет и писал всякие телеграммы и по разным линиям. И, конечно, там есть и для Кохмы место. Ну, что тут такого? Я не вижу здесь вообще пока. А то, что он обещал по российской коррупции, читаю, не уверен, что у него что-то есть серьезное. Он здесь 23-го в Лондоне октября объявил. У него есть какие-то материалы. С нетерпением ждем. Лебедев любит, когда о нем говорят не как о бизнесмене, а как о журналисте. В России его и не только его расследование публикует новая газета, которая тоже принадлежит Лебедеву. Это единственное, что меня интересует. Я просто, у меня такая есть теория, чисто экономическая. Я доктор экономических наук и хочу попросить, как мне дать ему Нобелевскую премию. Я думаю, что все экономические кризисы последних там 10 лет, они происходят из-за движения денег, которые присвоены в результате коррупции. Если я прав, если я количественно это опишу, что это там 2,5 триллиона долларов, которые двигаются... В год? Нет, они вообще живут своей жизнью. В год там, конечно, добавляться не такая сумма, это то, что аккумулировано там лет за 10-15. Начиная с Бернарода Мейдова и кончая там какими-то нашими мэрами или какими-то премьер-министрами с женой Тайваня. Лебедев рос, что называется, интеллигентным юношей из хорошей семьи. Родился в Москве, закончил МГИМО, отучился в Краснознамённом институте КГБ и в 88-м под дипломатическим прикрытием был отправлен в Лондон с разведмиссией. Как вы вообще попали в разведку? Это было ваше решение? Нет, нет, это было не приятного решения. Вас там отбирают, смотрят, изучают, потом где-то намекают, потом подсказывают, потом собеседуют. Это всё сложно, и мы одинаковые процессы. Вы тогда гордились тем, что вас отобрали для работы в разведку? Ну, как бы тут гордиться, да нет, честно. А потом это сложная такая работа, она опасная, прежде всего, что всё время ты там колпаком, всё время там твои же собственные, на тебя там кто-то стучит, это же такая среда. Она советская среда, она же ничем не отличается. А можете рассказать, какие-то задания вы выполняли вот в этих местах? Какие могут быть задания, пух с вами? Главное задание советского разведчика, чтобы тебя не выгнали, а то потеряешь хорошо оплачиваемую работу. Ну, а что вы сообщали? Это уже конец 80-х, да? То есть всё уже там разваливалось, что вы сообщали? А это тоже, вот смотрите, сегодня же Викиликс, да, публикует, всё то же сообщали. Значит, выборы, подготовка к выборам, конференции партий, экономическое положение, но очень редко, потому что тогда полетбюро люди были не образованы экономически, а как раз меня брали как экономиста. И иногда я, например, предсказал дефолт внешнего нового банка в 91-м году, во время визита Групачёва, но Примаков мне со Шибаковым не поверили. Я докладывал ночью, в 2 часа ночи. Но это была моя диссертация. Я её потом и защитил, и кандидатскую, и докторскую. Россия в глобальном финансовом мире. Но я всё это делал по открытым источникам. Я предсказал дефолт и полное банкротство в СССР там за год до того, как это стоялось. То есть вы написали отчёты, которые в обществе... Никакие секретные источники вам это не скажут. Ну как Анна Чапман, которая там с кем-то разговаривает про рынок золота, а там нет никаких тайн про рынок золота. Есть анализ, но никто не знает, как будет двигаться рынок золота. Поэтому нигде не существует, как проще его сердца, что вы украдёте информацию и будете знать про рынок золота. То есть такая история, что Лебедев шёл на явку, рассказать про вас нельзя? Ну, слушайте, я аналитик. Видите, я слепой. Какой я? Что это? Ножи метаю или лазю? По стене, а без каких-либо приспособлений. В 92-м Лебедев вернулся в Россию. Попробовал заниматься продажей телевизоров и корейских ботинок, но закупленная техника оказалась бракованной, а обувь одного размера – 35-го. Первый свой капитал Лебедев заработал на рынке ценных бумаг. Это и есть главное, чему его научила Англия – тому, как работает капитализм. И у меня были неплохие контакты. Я первую сделку сделал с банком «Империал». Я их уговорил вместе с крупным западным банком «Морган Гренфилл», он потом разорился. сделал сделку по покупке облигаций долговых ряда развивающих стран. Нигерия, Мексика, даже сейчас помню весь портфель. Польша – это так называемые облигации Брейди. Был такой министр финансов Соединенных Штатов. И на этой сделке «Империал» заработал 200 годовых. Я получил где-то 500 или 600 тысяч комиссий от дохода. И на эти деньги я купил банк национальный кредит у группы «Бойко». У них было банков штук, наверное, 8, которые не работали, такие спящие. С Женей там довольно много было скелетов в шкафу, мы их выгребали еще года три. А потом уговорил целый ряд крупных акционеров, в том числе внешторговое объединение, «Газпром» войти в капитал. И дальше весь секрет успеха, он есть в отчетности годовой банка. У банка там всю жизнь были аудиторы последние 20 лет, из четверки основной, там «Эрстон Янг» или «КПМГ». Но обычно никто эти отчеты не читает. Поэтому, конечно, интереснее писать там в какой-нибудь газете «Таймс», что Лебедев там шпион, который похитил деньги КПСС. Или нашел какое-нибудь тайное золото. На самом деле ничего там нет секретного. В 96-97 году банки были самым прибыльным видом деятельности, какой вообще существовал в стране. Прежде всего, во-первых, были инструменты ГКО, которые давали высокую доходность. В 98-м году мы, собственно, как и все остальные, все потеряли. Я к этому времени заработал за три года под миллиард и весь его потерял. В 98-м году во время кризиса. Национальный резервный банк Лебедев выкупил в 95-м. В 2004-м НРБ стал основой Национальной резервной корпорацией, которая объединила все активы Лебедева. Банк и до сих пор единственный стабильный источник дохода. За счет него существуют все остальные проекты. Правда, в начале этого года всех топ-менеджеров банка Лебедев уволил. В разгар кризиса они его подвели. Очень много было вещей, которые делались в банке и за спиной. И акционеров, и регулирующих органов, и даже совет директоров. Покупка какой-то недвижимости переоцененной. Я до сих пор, например, расследую в Воронеже покупку здания, которое, может, максимум могло стоить там 2000 долларов за квадратный метр. Ну, никак не 6,5. Как же так? Это ваш банк, а это происходит за вашей спиной, и вы не в курсе? Знаете, у меня есть один очень известный голливудский актер, и даже это не тайно, он где-то это комментирует, Джон Малкович. Вот он все свои деньги отдал Берни Мейдофу. Знаете, вот его не так в тюрьму посадили. Ну, это так и я. Любой владелец, который владеет не лавкой, скажем, там, на рынке СУК в городе Алеппо, где он сам лично торгует или его дочь специями, да, там еще можно усмотреть, уследить, сколько у тебя в мешке было специи и сколько отсыпали покупателю. Но как только ты владеешь бизнесом, где работают там тысячи людей и даже сотни, где есть большие денежные потоки, где есть большие расходы и доходы, которые, слушая, могут от тебя скрывать, то возникает известная проблема. Эта проблема вообще в западной экономике характеризуется как agent and principal. Principal владелец, а агент – это кого он уполномочил менеджера. Как это вот происходит? Вы в начале этого года узнали, что банковские, управляющие вашим банком, на знаю, выплатили себе бонусы. Вы про это ничего не знаете? Это была бы такая последняя капля. Я, может быть, закрыл глаза на эти бонусы, которые были выплачены после того, как обманули совет директоров. Совет директоров спросил, почему у вас резкое увеличение расходов на административно-управленческую статью. А они сказали, не, не, это у нас нормально, мы просто так как-то хитро платим зарплату в течение года. На самом деле выплатили где-то там 100, по-моему, 40 миллионов рублей, я не ошибаюсь, просто 10-12 людям. А зарплаты, наоборот, внизу очень маленькие у людей, и мотивации никакой нет. Сеть филиальная работает плохо. В кредитном портфеле беда. Вот на самом деле основной вопрос. Что вы сделали? Вы всех вызвали, сказали, ты уволен, напиши заявление. Как это происходит? Нет, ну у нас на самом деле законодательство очень такое в пользу. Оно так не менее социально ориентировано, чем где-нибудь в Германии. Поэтому сплошь и рядом мы вынуждены выплачивать там людям еще и дополнительные там по несколько окладов, и уговаривать их, и помогать им там куда-то еще устроиться. Самое-то обидное, что вот этот офисный планктон, это очень такая, вообще опасная для страны. В целом, ну, начиная со строительства, там уже никто не хочет работать, да, там работают только узбеки и таджики. Все хотят работать в банках, где ничего не делают. Сидят просто в кабинетах, играют в компьютеры, получают высокие зарплаты, покупают себе дорогие машины, отделывают себе офисы там сумасшедшим образом. Или просто воруют на завышении расходов по той или иной статье. В 2003-м Лебедев оставил все свои бизнес-посты и с головой ушел в политику. Он возглавил московский список блока Родина на парламентских выборах и выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы. В Госдуму прошел, мэрские выборы проиграл. С тех пор он вечный оппонент и яростный критик Лужкова. Конечно, я хотел что-то подчеркнуть. Во-первых, что выборы должны быть альтернативными. Во-вторых, что нечего бояться действующим политикам, потому что никто же не выдвинулся против Лужкова. Во-третьих, что протестный электорат, даже если тебя никто не знает, ну, люди соображают. И в этом смысле я и до сих пор жалею, что отменили и мэрские выборы, и губернаторские. Это, на мой взгляд, неправильно. Мы не такие идиоты, чтобы за нас там все решать. Это же единственный инструмент какого-то контроля над бюрократией. Я считаю, что город вообще с точки зрения жизни малопригоден. И с точки зрения экологии. А я знаю больше всех. Я вот в лифтах, например, в высоких зданиях не езжу, я пешком хожу. Потому что 20% лифтового хозяйства в жилом фонде вообще непригодны для... Они просто опасны. Это на какой этаж вы ходите пешком? Да на какой угодно. Вот я на радио ходил, там позавчера, по-моему, какой-то этаж там 12-й. Ходил пешком и обратно то же самое. Вы в лифт боитесь садиться? Ну, неохота. Какая-то вот такая недраматическая, знаете. Я лучше уж там где-нибудь там в племени папуасов в битве погибну с мэром, нежели в лифте, который такой из-за Лужкова. Ну, срамота. Этот разговор записан до того, как Лужкова сняли. Про нового мэра Лебедев ничего плохого не говорит. У него сейчас другая война, причем не по его инициативе. Через пару минут Лебедев поделится впечатлениями от маски-шоу в офисе его банка и посчитает, сколько денег он потерял на тульских полях. Месяц назад в Национальный резервный банк нагрянули люди в масках. Они искали документы, связанные с одним из клиентов НРБ, который обвиняется в хищении. Но ведь просто так, рассуждает Лебедев, маски-шоу с автоматами сейчас не приходят. И дело даже не в том, что из-за оттока напуганных клиентов банк потерял полтора миллиарда рублей за неделю. Нет, как раз здесь сюрприз должен быть. Я просто был в банке. Я приехал в банк, они через пять минут пришли. Тут же свиснули, подъехали все эти закрытые автобусы, а тут и вышли люди с пулеметами в центре города. Мы же в Чубайсе в одном здании сидим на 60-летие октября, недалеко от Сбера. Именно вся идея, вот такой психологический эффект, вот такой кипыш поднять на весь мир. Когда вы брали с пулеметами, кричат на пол? Не, ну кончилось с тем, что я вышел там разговаривать со следователями. Потом следователь объяснил, что это ни их операция, ни милицейская. Другая организация. А дальше мы уже какие-то там честные офицеры нам показали документы, что они делают. Ну фабрикуют дело, такое липовое абсолютно. Ну это их дело. Против кого? Ну в российском капитале пропало где-то в районе там 5,5-7 миллиардов рублей до кризиса. Когда мы по просьбе правительства Сбера стали сонировать, мы это увидели. Написали в правоохранительные органы. К сожалению, одно из подразделений силовых, там было крышей банка. То есть они участвовали в выводе из 6 миллиардов из банка. А поскольку я это расследую по-прежнему, это не нравится им. Вот и вся история. Все очень просто. То есть это был просто пример психологического давления? Это их собственная постановка. Конечно. Ну не перестанешь расследовать. Ну зачем порвем тут все? Ну, обычная история. Эти маски шоу всегда так используются. Кто-то кому-то что-то заносит и исполняется какая-то специальная. Причина там соль такая. Насколько я, посторонний человек, себе это представляю, чтобы так спокойно, как вы на это реагируете, нужно, чтобы в вашем мобильном было забито тоже пара телефонов, кому вы звоните в случае, если вы звоните. Не, кому звоните. Нет, нет. Это как раз очень интересная для меня история. Я написал жалобы во все институты, какие есть. После этого? Да. Ну, то есть юристы, понятно, мы обжаловали в московском городском суде, написали прокуратуру, в Советский комитет, в ОМВД, в правительство, в администрацию президента, во все палаты парламента, в общественную палату, в опору, в РСКП. И сейчас вот посмотрим, если что-нибудь за месяц-полтора произойдет, я не уверен. Дело в том, что не во мне дело, а вообще в наших правах и свободах. И не важно, это права и свободы, бизнесмена или человека. Ну, кто меня может защитить? Да нет, у меня никого никого, я не звоню, у меня крыши нет. Я такой вот, в смысле... Потом я все это проходил при Скуратове 4 года. У меня это все было, только там еще снизу были бандиты. У меня есть книжка на эту тему, она называется «Охота на банкира». Я, может быть, на неделе выложу пару материалов. Это был период Скуратова. Я у него там был почему-то самым большим врагом. Были два брата Егизаряна, один сейчас вот Ашот, неизвестный. Он здесь как раз? Он не здесь, он в Калифорнии, он там будет прийти в хубежище просить. Были какие-то еще люди в прокуратуре, которые вот, ракетиры. И снизу были бандиты, вот эти орехово, какие-то медведковские, которых часть поубивали, часть этапировали, куда-то экстрадировали, вот эти какие-то. И у меня это было 4 года моей жизни. И все то же самое. Тоже маски шоу, обыски, значит, изъятие документов. Ну-ка снизу еще поставили, то есть гранатомета, то пластиковую взрывчатку, то гранату кинут. Ну и что теперь с этим делать? Ну так живем. Не очень это приятно, поэтому многие сваливают сюда, но я, видите, в Россию, я сюда приезжаю, выезжаю. В Лондоне Лебедев чувствует себя в безопасности, ездит без охраны, на такси. Не Москва. В Москве просто в силу того, что я когда-то прошел все эти войны многочисленные в 90-е годы. И как-то я уж так привык, хотя, по-моему, не сильно приятно. А потом закон мой по борьбе с горными заведениями. Это Лебедев о времени своего депутатства. Первое, что он предложил в Думе – законопроект об ограничении горных заведений. Это то, что со временем стало законом об игорных зонах. А второй был изменение уголовного кодекса, уголовно-процессуального кодекса. Это называется «Особый порядок судебного соглашения со следствием для борьбы с организованной преступностью». Я по Политковской как-то очень хотел, чтобы был инструмент, когда ты можешь участнику банды, допустим, наемных киллеров, прям реально пообещать, если он все сдает, освобождение от уголовного преступления. Такого в законе не было. Это был принят в прошлом году уже после меня. Поэтому я так по совокупности решил, что хватит. И потом вот этот опыт германский. Ну, надо ли все-таки как-то где-то рядом с бизнесом находиться, иначе это все кончается тоже трубой. Трубой кончился бизнес Лебедева в Германии. В 2006-м Национальная резервная корпорация выкупила 48% акций немецкой авиакомпании «Блю Уинкс». С появлением нового акционера размах «Синих крыльев» заметно вырос. Авиакомпания взяла кредит на 30 самолетов и полетела по десяткам новых направлений. Но в марте 2009-го немецкие власти не продлили действия лицензии. Объяснение. Недостаток доказательств финансового благополучия. Ну, просто компания все разворовали, а самолеты забрала дочка Дженнил Электрик, офшорная. Потому что у них был кредит против моих денег. Я все деньги потерял, а кто-то их заработал. То есть это такой применительно к российской действительности случай Кидалова? Я просто был поражен. Я такого в России не встречал. То есть вся компания много лет, прикрываясь липовой отчетностью, липовым аудитом, липовыми документами Совета директоров, возглавливая бывший сотрудник штази. А папа его там где-то прячется вообще в Иране, генерал штази. И они вот каждый год разворовывали там. А как это получается? А вы что же не видели, что наши компании воровали? Вот представьте себе. Вот не поверите. Я был депутатом государственной думы. Я из всех органов правления вышел. Ну, ко мне приходили мои менеджеры и говорили. Вот отчет, допустим, КПМГ или Pricewaterhouse. А ваша ошибка была в чем? Что вы доверились ворам и обманщикам? Я думаю, что все-таки германский стандарт отчетности, способности контролировать бизнес через всякую документацию, а также регуляторы немецкие государственные, они как бы отличаются от наших хорошую сторону. А оказалось, что нет? Оказалось, хуже еще все, чем у нас. Вас послушать, так целый заговор против вас составил? Да не против меня, в том все и дело. Вот в этом-то и парадокс моего статуса. Вы сразу думаете, у него свои. Я деньги потерял, я уже как журналист это расследую. Мне на них на эти деньги наплевать, я их не верну. Их разворовали, распилили, куда-то распихали. Ну, невозможно это. Так что это моя ошибка, безусловно. Последнюю попытку совместить с бизнесом в политику Лебедев предпринял в 2009-м. Он баллотировался в мэры Сочи, но избирком снял его кандидатуру с выборов. А вот как бизнесмен, мне интересно, вы на эти вот общественные, политические, как угодно назовите проекты, Сочи, выборы, Москва, выборы, вы выделяете заранее какую-то сумму и говорите, вот это сколько я потачу. Это вообще не вопрос денег. Ну, как не вопрос денег, любые выборы, вопрос денег. Они сейчас очень сильно ограничены и очень жестко за этим все смотрят. Поэтому поверьте мне, вот все, что у меня было в избирательном фонде в Сочи, вот ни копейки слева нигде не тратилось. Там просто это вылавливают в три секунды. И между прочим, в конечном счете, основанием для моего снятия был факт. Прихода двух несовершеннолетних граждан в сберкассу, которые захотели зачислить деньги на мой счет. Мы потом встретились с ними, с мамой, они говорят, слушай, ну нам дали деньги. Сказали, вот половину забери, половину понеси. А сам факт перечисления, значит, несовершеннолетними является нарушением. Ну, столько трюков сейчас для того, чтобы... Зачем снимать? Ну, я, кстати, завязался общественной деятельностью после Сочи, что на меня очень сильно правительство обиделись, со мной вообще никто не разговаривает, на мои письма никто не отвечает. И в результате получается, тем хуже, тем лучше. Но Лебедев хоть и борец, а меру знает. После неудач на политической Ниве он занялся более безобидной Нивой в буквальном смысле. Выкупил в Тульской области три с половиной тысячи гектаров земли. Выращивает картошку и зерно. Проект громко назван национальной земельной компанией. Но пока и этот бизнес не назовешь удачей. У нас год такой беспрецедентно тяжелый. То есть аномальные температурные явления, которые у нас за 130 лет наблюдений никогда не регистрировались. То есть вы пострадали от этой жары в прямом смысле? У нас же это зона неорошаемого земледелия. Можно, конечно, здесь все это орошать. Брянск, Калуга и Тула. Но, во-первых, это будет стоить там лишних 10-15 миллионов долларов. Во-вторых, такая температура здесь бывает вот раз там в 300 лет. А вы пробовали посчитать, сколько вы потеряли в деньгах на этом лете? Да, миллионов 600 примерно. Рублей? Рублей, да. Как вообще появилась идея, почему картошка, почему Тульская область? И вообще это очень не похоже на богатого москвича, вкладывать деньги вот в все вот это. Ну, знаете, я так большой любитель истории и прекрасно знаю, как с сельским хозяйством у нас в стране обращались с 17-го года. Поэтому первая задача, которую надо решить, это должен быть эффективный и честный менеджмент. Вторая задача – можно ли приобрести землю. Третья задача – будет ли поддержка местных властей, региональных властей. Четвертая задача – выбор климатического пояса. Меня вот заинтересовал картофель, в котором я меньше всего понимал. Словом, это социальный эксперимент. Можно ли первое в сельском хозяйстве добиться роста производительности труда? Мы примерно по сравнению с советским временем, который считается ничего, да, я не говорю уже с постсоветским, с 90-ми годами, мы производительность подняли раза в три с половиной к первичному сырью. Сколько вы сюда вложили? Три с половиной миллиарда рублей общий объем инвестиций за четыре года. За четыре года. Вы всего четыре года здесь? Да. Инвестиции ушли на технику. Здесь и комбайны, и завод по переработке – все не хуже, чем в Европе. Были, конечно, специфические российские проблемы с персоналом, но и тут справились – всех закодировали. Планы на эту землю у Лебедева почти петровские. Он хочет прорубить окно в Европу, а потом и в мир, став лидером в производстве картошки. Я сегодня только, когда мы приехали, для себя выяснил, что есть картофель пищевой, вот он, наверное, побольше, а есть семенной, который поменьше. Вот вы про это знали, как инвестор? Да, я знаю. Мало того, я вам скажу, что этот семенной можно, в принципе, подавать, как очень высокосортный картофель. Я, например, люблю маленькую картошку есть вареную, как, наверное, и вы, да? Да. Но это дорого стоит, поскольку вы не поставите сюда ручной труд, чтобы вот это расфусовать. В том, это еще зависит от брендирования, да? Вот, если вы помните, по магазинам есть картофель, цена которого доходит, там, до 150 рублей за килограмм. Иностранный, израильский, там, египетский, его легко покупают. Он мытый, он в очень красивой упаковке, он продается в каком-то, там, седьмом континенте или в азбуке вкуса. А наш картофель мы в прошлом году, напомню, отпускали под 7 рублей. Странно, да? Не бывает же так, что 200 ядов от Москвы, картофель 7 рублей килограмм, а там вы покупаете по 150. Ну так, ничего в голову, не приходит, не придется жирать. А наш картофель по качеству вот этого. Ну это же все, это же, это же, это же все семенной материал голландский. Как он может отличаться? Конечно, нет. Но тот стоит 100 рублей, 100 рублей, а этот стоит 7. А это уже всякие приемы и приколы торговых сетей, наценок, импортного картофеля. У нас, например, есть сеть такая, ашанка, куда мы так и не можем открутиться. Вот не можем и все, за 4 года. Вот непонятно почему. На самом деле тоже сложный процесс, где тоже не без коррупции, к сожалению. Ну или там без каких-то своих тяжелых упражнений. А я правильно понимаю, что половина дела это собрать, собственно, вырастить и собрать, и еще половина это красиво упаковать, помыть, там, водать? Конечно, понимаешь, но никто же от маркетинга, брендинга, значит, продакт-плейсмент, промоушен никуда не делся. Здесь же, в Тульской области, у Лебедева еще один соцпроект. Недорогое малоэтажное жилье по 15-30 тысяч рублей за квадратный метр. Вот эти домики. Строятся из клееного бруса за 10 дней. Ну, все равно про этот рынок все знают, что он, там, один из самых коррумпированных. Вам же тоже приходится откаты, распилы и так далее? Здесь нет. Нет, мы получили квоты на газ. Газ был рядом, электричество было рядом. Здесь нет вообще, да? Тех условий. Ну, вообще без этого сложно. Думаю, что, наверное, так называемый административный рент для нашего поселка Янина, который получил все премии, там, в Ленинградской области, или для вот Домодедова, то, что мы начнем. Наверное. Я надеюсь только, что мои сотрудники это делают в соответствии с законом. То есть как в соответствии с законом? Ну, знаю как-нибудь. Как можно откаты давать в соответствии с законом? Ну, смотрите, что сказал недавно премьер-министр, что стоимость согласования в нашей стране по строительству в 40 раз выше, чем в странах ОСР. Так. Если вы, правда, в 40 раз больше будете платить, то можете вообще не подходить к строительству. Все бессмысленно. Ну, просто вы вылетите в трубу. Либо, если вы не будете платить взяток, вы будете строить средний поселок, допустим, там, 10 лет. Что то же самое. Все равно вылетите в трубу, что так, что эдак. А какой же выход? Ну, все равно как-то, как говорил мой сын, когда ему было три года, предпринимать все возможное. Через несколько лет национальная земельная компания планирует выйти на самоокупаемость, при условии, что погода не подведет. Но пока картошка растет благодаря все тому же национальному резервному банку. Нынешний кризис для него прошел довольно гладко. Сказался опыт прошлого. У меня долгов не было, поэтому я, как бы, прошел его относительно спокойно. У меня было небольшое количество заимствований, где были зарепованы акции, там, Аэрофлота и Газпрома. Я с этим рассчитался. Просто за счет собственных денег. У меня сейчас своих денег. Там, на счетах в банке, там, пару миллионов долларов. Поэтому, когда люди смотрят на этот дурацкий список Форбс, у них в голове совсем не то, что кажется. А все остальное, все остальное... Я ставлю некоторый эксперимент, например, над собой. Вы в кризис снова возглавили банк, да, самостоятельно стали его руководить? Я сейчас представитель Совета директоров. Там есть представитель правления. Вы оперативную правила самостоятельно осуществляете? У управления. Вас кризис не заставил это все снова взять в свои руки и самому рулить? Ну, на какой-то период я очень активно участвовал в работе, в реструктуризации долгов. Сплошь и рядом кредиторы, сами хотят видеть собственника. Успокаивая кредиторов, Лебедев пытался спасать и остальные проекты. Еще в конце 90-х он создал компанию «Ильюшин Финанс», которая сдает в лизинг ту и илы, то есть поддерживает российский авиапром. Спрос, ясное дело, небольшой. И чтобы поддержать отечественный лизинг, Лебедев создал первую в Россию бюджетную авиакомпанию «Рэд Уинкс». Они эксплуатируют исключительно российские самолеты. Теперь Лебедев на собственном опыте понимает, почему другие перевозчики предпочитают «Боинги» и «Эйрбасы». В этом вся проблема, что наши российские самолеты в два раза дороже «Боингов» и «Эйрбасов» аналогично, и на 40% ниже по эффективности. Как тогда можно и влетать? Никак. Я как тут летаю несколько лет. Ну-то я датирую компанию. Я доказываю другой принцип. Я хочу помочь правительству вытащить опыта. А некоторые чиновники в правительстве как раз ее хотят похоронить. Может, они и правы. Другой бизнес, который идет тяжело, у Лебедева на Крымском побережье. Построенный в лучших европейских традициях гостиничный комплекс пока не может предложить главного – европейского качества обслуживания. Доброжелательность и уважение к гостям не самая сильная сторона южан. Вдобавок, крымские власти недавно обвинили Лебедева в уклонении от уплаты налогов. Смешно. Мы сам большой налогоплательщик, который, может быть, и зарабатывал там несколько сот тысяч, но театр Чехова у меня обошел с 15 миллионов долларов. Как и храм построенный там рядом по дороге на судак. Смешно, вот что они делают, эти местные жулики мелкие. Но зато мне есть чем гордиться. Театр Чехова, восстановленный в Крыму – не единственный культурный проект, который родина не оценила. Во Франции Лебедев купил Шато-Форже – огромный замок под Парижем. Хотел, объясняет, сделать российский культурный центр. Но все поняли так, что это просто его дача. На самом деле, вся эта недвижимость – это огромный геморрой, как и самолеты и яхты. А вилла у вас есть? Нет, у меня есть вот Шато под Парижем, Шато-Форже, который я купил, по-моему, за полтора миллиона евро, там 35 гектар, с потрясающими постройками. Я там сделал ремонт и 7 лет делал всякие там, изображал себя Дягелева. Но, кстати, не получилось, потому что никого это не интересовало. Ни российскую, ни французскую сторону, кроме узкой группы, там, министр культуры. Авдеев там был когда-то послом, он к нам всегда приходил. Ну, известный, Вишневской, там выступал из стропов. С точки зрения обычного человека, вилла на юге Франции, Шато-Форже – это одно и то же. А ну и что, у меня нет возможности это объяснить. А некоторые люди в Кремле говорят, вот, это он скрывает под видом как раз. Такой я хитрый. Ну, я там, может быть, пару раз переночевал, а в остальном я это использовал как для мероприятий. Там большой зал есть на 500 мест. И что мне там делать? Я его даже сдавать не могу с тем, чтобы текущий расход покрывать. Через две минуты Лебедев объяснит, что за браслеты у него на запястьях, и расскажет о дружбе с Горбачевым. На фоне тульских полей он выглядит франтом, как дэнди лондонский одет. Недавно у Лебедева действительно появилось такое увлечение. Он занялся одежным бизнесом. Стал совладельцем модного дома Уинтл, выкупив у основателя марки, лондонского дизайнера Джейсона Уинтла, 25% акций. Про Джейсона Уинтла историю я не очень интересуюсь модой, с трудом произношу. Зачем вам еще и собственный модельный дом? Ну, нам казалось, что можно попробовать сделать своего такого гуру. Ну, пока не очень у нас это получилось. А вы сами носите Уинтлы? Ну, на что? Ну, мне не Уинтл, но я носил его не раз. Он очень хороший реально дизайнер. Ну, это очень сложный рынок. Мы въехали в кризис, понятно, что все эти оптовые закупки. Может быть, мы что-то не так правильно построили. Может быть, сразу надо было делать там один-два ритейловых магазина. Может, надо вот чичварки, надо говориться, он все грозит, магазин открыть. Вот, может быть, красивая одежда. Ну, мне это нравится. Вообще, форма и содержание вещи такие малоотделимые. Мне раньше как-то казалось, что там как-то хорошо одеваться, это как-то не по-мужски. Ну, как-то это, ну, нет, это не совсем так. Все-таки это такой важный аспект. Просто, может, не надо там все свое время на это тратить, как некоторые барышни. Я обратил внимание, сейчас вот нет, а в другие разы, когда мы с вами встречались, у вас много, даже, не знаю, как назвать, обычных фенечки это называют. Ну, это лори Роткин, очень красивые такие украшения мужские. Ну, да, но я сегодня вот разболелся, я с температурой, я даже там и не смог толком там как-то не йогой позаниматься. Я как-то там что-то оделся, не приходя в сознание и пошел. А это дает какое-то другое ощущение себя? Это вот что? Там будут все вещи ищутся? Ну, мне очень нравится, как одеваются, например, наши там бюрократии или наши бизнесмены. То есть это тоже форма протеста? Ну, почему протест? Ну, нет. Ну, как-то вот мало в них вот такого художественного начала, какого-то креативного. Как-то очень на них... Ну, посмотрите, как одеты наши члены парламента, когда-нибудь в зале сидят. Страшно смотреть. В Брионе в основном. Ну, что они считают, что Брионе это вот... Брионе это бренд, которому там 50 лет. Он для таких 80-летних пожилых таких... Там главное все... В плейбоях в их собственном представлении. Вообще все эти итальянские бренды, они давно их закрыть уже надо. В Москву попадается какая ерунда. Четыре конца там, извиняюсь, по цене. Что там даже невозможно одеваться. Я, например, в Москве не хожу в магазин. Хотя казалось бы, да, все то же самое, не то же самое, нет. А мы члены парламента и одеваются, что очень дорогие, я так думаю, что в этом смысле. Да, у них денег больше, чем у нас с вами, бог с вами одевается. Вкуса нет, вот и все. И не тратят время на то, чтобы его развивать. О вкусах российских чиновников Лебедев рассуждает в своем лондонском ресторане. Сзади пусто не потому, что закрыто, а потому, что просто пусто. Ну, этот бизнес, он не очень удачен с точки зрения рентабельности. Ресторан не рентабельный по-прежнему. Он очень, на мой взгляд, вкусный, но такой сложный. Как бы это культурное такое мероприятие. У меня ресторанов 5 или 6 есть в Крыму, и мне это нравится. А они тоже не рентабельны? Ну, там они при гостиницах, да, поэтому это часть инфраструктуры. А здесь это отдельное такое явление. Может быть, он, конечно, будет рентабельный, но пока вот год три мы его датируем. Это такое хорошее... Я знаю, много примеров, когда успешно идут рестораны, ну, и даже не в Москве. А я, видимо, ресторатор никакой. Но приятно просто приводить сюда кого-то. И приятно, что кому-то это нравится. Вот и выходит. Банк – единственный надежный тыл. По всем остальным бизнес-фронтам Лебедев занимается, ну, чуть ли не благотворительностью. Просто благотворительностью он тоже занимается. Финансирует фонд имени Раисы Горбачёвой. Как вообще вы сошли с Михаилом Сергеевичем? Почему вообще эта идея появилась? Мы с Михаилом Сергеевичем дружим много лет. Как из «Новой газеты». Идея фонда – это была его идея. Он попросил меня помочь построить центр Раисы Горбачёвой по детской онкологии в Питере. Я коробку построил на свои деньги, а потом у нас возникла идея. И не из-за денег, а из-за, ну, как-то вот наведения мостов между Англией и Россией. Мы стали делать здесь благотворительные приемы. Нас очень так здорово поддержали и просто граждане, и газеты. А потом мы, через несколько лет достроив этот онкоцентр в Питере, мы решили делить это пополам. Между Мари Кури – это крупнейший здесь благотворительный фонд, который занимается борьбой с раком, но не только детским раком. Вот с тех пор мы так и делаем. Получилась такая, по-моему, моя функция, просто люди об этом не знают, я оплачиваю заранее мероприятие, которое иногда намного дороже, чем количество денег, которое мы собираем. Ну, ничего страшного. Я обычно не говорю никакие цифры. Это называется андеррайтинг. Я должен за все заплатить, а потом на мероприятии все, что мы соберем, то идут фонды. И у нас минимальные затраты в фонде. По-моему, даже вообще мы запретили. По-моему, все деньги, которые мы собираем, все распределяются, а работа фонда между мероприятиями, она оплачивается нами. А вы Горбачева с уважением относитесь, я так понимаю, раз вы с ним давно дружите? Безусловно. Более чем. Я вообще считаю, что он с неба к нам свалился, и до сих пор не могу понять, как это мог он в советской системе прийти в точку, что он отдал нам по существу возможность управлять государством. То есть он такой сторонник прямой демократии. Да, это, наверное, ошибка, поскольку мы не готовы никакой свободе и демократии. Той самой «Новой газеты» Лебедев и Горбачев тоже владеют вместе. В 2006-м выкопили 49% ее акций. На недавней встрече журналистов «Новой» с президентом Медведев похвалил газету за то, что она ни под кого не ложится. Вам часто приходится доказывать, как у нас говорят там, в Москве, что новая газета нужна, что ее не надо закрывать, что ее надо продолжать датировать? Ну, мне кажется, там есть разные люди. Одни к ней относятся явно с уважением, другие, наверное, как-то не без обиды. Но я так с тем уровнем не разговариваю, о котором вы говорите давно. Ну, как-то так получилось, что я занимаюсь какими-то своими делами. Я живу как вот в Англии, что в России, ну, как бы вот, ну, что ли, стараюсь, чтобы чиновники, знаете, своими делами, а я своими делами. Но никого убеждать мне не приходилось. Но все равно звонят с вами, разговаривают. Нет, звонят только, когда потом, когда там кто-то обиженный. Вы знаете, иногда это неплохо. Вот как-то звонил один губернатор ночью, у меня телефон, который у меня открыт там для журналистов. И он даже потом как бы заплакал по телефону, если это правда. Вот так обидно было то, что написала «Новая газета». А это хорошо, как раз. Говорит о том, что это когда-то человек, что он реагирует на деятельность там в городе. И что не зря «Новая газета» пишет. Что мы его утешали, говорили «Не плачь». Ну нет, ну я сказал, что все знают, что я не вмешиваюсь в деятельность газеты. Но верить в образ бескорыстного борца с несправедливостью готовы не все. Поговаривают, что Лебедев – агент влияния, прикидывается либералом, а на самом деле выполняет задание центра. Ну какие задания, бог с вами, я выполняю. Ну какой предмет-то? Что за задание, чтобы я получал все время по шее, за все, что пишут газеты, которые я финансирую в деятельность, в которых не вмешиваюсь. Ну это, ну реально, головная боль постоянная. Вот она зачем? Чтобы чиновники мешали мне заниматься бизнесом? Или посылали мне маски-шоу, потом банк? Ну для чего это? Что это задание такое? Странное задание, нелогичное. Задание выполняют, живут в приемных у чиновников, там дрожь с ними, ездят с ними на всякие мероприятия, возят их в собственных самолетах. И потом как-то с государственными деньгами делают проекты. У меня нет проекта с государством. Я как раз вот исповедую, ну такую простую логику, что наши права и свободы, они без независимых СМИ, ну могут просто вот исчезнуть. Для новой газеты Лебедев часто пишет и сам. И не только про политику. Этим летом, например, ездил в Попуа Новую Гвинею. Привез много интересного материала. Слово жизни примерно такое, как вы сейчас видите. Бегать туда-сюда, перекурить, чуть-чуть потанцевать, накраситься залой из костра. Как у вас могут тебя выбрать во рождем племени, просто какие-то обычные достоинства, что ты можешь чем-то помочь им, чего-то их научить. И не морочиться опять с этими выборами дурацкими. После эмиграции Евгения Чичеваркина Лебедев, пожалуй, самый эксцентричный миллионер из тех, что ведут дела в России. Правда, и он постепенно перебирается в Лондон. 21-23. It's on the right. А то, что ваш сын здесь в Лондоне управляет вашими бизнесами, это ваше решение? Ну, он как управляет бизнесами. Он же не управляет ими в России. Я же в основном российский предприниматель. Я в копанную землю в России. Здесь это только газеты, и он очень даже неплохо так растет. Прямо скажем. Он разбирается, у него прекрасные связи. И он как-то завел сам репутацию. А он представитель золотой молодежи? Не-не-не. Ну, ездить на Порше? Разумеется, не нравится. Ну, этот Порше куплен в кредит. И там, по-моему, стоит что-то в отличие от наших цен, где у нас пошлины почти 100% такие машины. Купил сам в кредит. Вам спокойнее от того, что он в Лондоне, а не в Москве? Ну, вообще-то говоря, я не исключаю, что в ближайшее время еще поговорю с властями. Вы меня спросили, хожу ли я. Начал ходить сейчас. Меня, кстати, все принимают, все сочувствуют. Говорят, да, разберемся. Почему не встречаются? Но я не ходил только к президенту, к премьеру. Ну, вот они как-то там... Ну, неудобно, наверное, я слышал. Чего бы не исключать. Значительная фигура. Ну, что я, может быть, и перевезу семью. У меня же маленький ребенок, и в этом смысле я прихожу домой, и там все нервные. Потому что в Москве Шоу все понимают, что это так не бывает просто. Приехали? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова